Привет зритель! Очередной обзор еды на этой неделе. В общем не то чтобы что-то тут супер сферичное, но я увидела одну штуку и решила, что наверное вдруг только я про нее знаю. У нас в магнитике продается. Там типа она по скидке 19,90 что ли. Там есть такая же с перчиком, помидорчиком и лучком. А это у нас с грибами и жареным луком. Короче натуральный продукт с грибами и жареным луком. Каша гречневая ясносолнышко. Каждое утро в каждой семье. Первая моментальная каша без ароматизаторов. 45 грамм не требует варки. И состав тут очень даже хороший. Ну я ожидала что мы какое-нибудь масло, какая-нибудь лимонная кислота, какой-нибудь Е666. Масло в смысле какое-нибудь растительное, типа пальмы. Не очень хорошая. В смысле пальма то нормальная, но масло то не очень. То которое к нам обычно доходит. Состав хлопья гречневая, не требующая варки. Кусочки грибов, шампиньонов, сушеные, сублимированные сушкой. Лук сушеный, жареный, соль. Вот такая вот. Я не на балконе, потому что там как-то холодно, блин. А я боюсь простудиться, потому что что-то я тут помирала в очередной раз. На самом деле мне дико после велопрогулки, вчера у меня и цепь еще сверка слетела, там в каментах кому-то отвечала, во флудилку, жарилась слегка. Но это вкратце. В общем, очень болели ноги у меня. И еще внезапно за три дня у меня в двух местах на ногах разные мышцы образовались. И вообще как-то не очень так часто они у меня образовываются. Ну не так, не было такого, чтобы за три дня в двух местах. Вот один день пропуск, другой день. Видимо, наложилось то, что вот эти силовые нагрузки, силовые тренажеры, вот этот вот велик с непривычки с октября не ездила. Вот вчера открыла свой личный велосезон и получилось так, что я планировала меньше, но случилось, что больше. По километражу нахрен начала. И вот я сижу вот этой вот фиговиной на ногах подержала, потом на ней ногами посидела, пятками в смысле. Как она? Вот такая короче штука. В аптеке тут брала. Ну и думала уж, у меня эти ноги так и будут. Раздутые такие местами. Думаю, все, трендец не буду больше заниматься на тренажерах. Буду заниматься на других тренажерах. Ну в смысле не на тех, которые в итоге я сегодня занималась как раз. Не совсем на тех. Поспала, повалялась, полежала, утром встаю, у меня все нормально с ногами. Болят, но уже не совсем не так сильно и не из-за этого можно даже сказать. В общем, что с кашей надо делать? Содержимое пакета высыпать в посуду, залить 75-100 миллилитров кипятка, тщательно размешать, накрыть и дать настояться в течение 5-7 минут. Не требует варки, соответственно. Короче, в общем, купила себе такой пакетик. Думаю, ну так вот как-нибудь. Вспомню, что забыла поесть. Буду помирать в очередной раз от того, что забыла поесть. И вот пока, допустим, буду мыть посуду, оно у меня настоится. Так, я купила себе вкуснотеева. Сливки ультрапостерилизованные, 10 процентов, 125 миллилитров. Вот такой малюсенький стаканчик. И оно, короче говоря, жир, белок, углеводы. Белка тут 2,6 грамма, углеводы 4,4 грамма и жир 10 грамм. Ой, кто-то меня хочет. Снова я тут позвонили, чтобы сказать, что позвонят потом. Нахрена сейчас позвонили. Потому что, как бы, я сообщение посылала, что мне ничего такого не надо перезванивать. Ну, короче, в общем, оно тоже стоит 19,90. То ли оно по скидке было, то ли оно так и стоит. Я что-то не помню. А мне тупо надо, тут 125 грамм, мне надо сливки в молоко. Я завтра куплю, но сливки, короче, в кофе разбавлять сегодня. У меня было немножко молока, но оно уже, оказывается, было не молоко, а просто кваша. Пришлось отказаться от кофе. Пуэрчик. У меня там есть пуэрчик, который 10 лет лежал, меня ждал с ароматом молока, с прыснутым молоком или как-то так. Короче, помню, когда я его покупала, он что-то мне так не понравился. Ну, ладно, пусть лежит так. Сообщение пришло, ну, ладно. Короче, в общем, звук там был, сообщение на телефон пришло, что он какой-то, ну, что-то не шёл, не шёл. А потом я его положила в сундучок, который покупала. Как бы он не для чая был, но я что-то тогда залипала на сундучки, положила в этот сундучок. Сундучок у меня сейчас на кухне. Не смогу показать. И там этот чай лежал. Долгие годы. Аж с 2011 года он лежал. Ты что-то вот его... Пережил переезд, тут открылся, сундучок, что у меня там чай какой-то надо говорить. Думаю, ну, ничего, такой чай. В общем, пуэрчик я сегодня пила. Завтра попью кофеёчку. Ой, пардон. Так. Вот это была по скидке. 19,90. Опять же, у меня тут три продукта по 19,90. На 150 с чем-то у меня вышло. 152, по-моему. Аллея источников. Курорт у вас дома. Славянская. Железноводское месторождение. Минерализация 3-4 грамма на литр. Тут у нас пол-литра. И, в общем, я её купила, потому что я что-то почитала. Она как раз вот сейчас вот под обострение, а самое то. Но у меня, правда, уже благодаря 3-3, пол-литрушкам, полторашкам, сейчас соображу, короче, 3-3, полтора до полтора, 3. В общем, 4,5 литра за неделю тут это и... Есинтуки, 17-й номер, дерят, но благодаря этому у меня как-то желудочные все такие обострения вступились. Сказали, ой, спасибо, ты нас удобрила минералкой. Нам теперь хорошо, короче, ну, немножко так осталось. Хотелось мне минералки. Купила эту минералку. Купила себе две помидорки на развес. Что-то по 200 с чем-то они. Килограмм, 220, что ли, килограмм. Или 229 килограмм. Короче, 200 с чем-то килограмм. И она была две помидорки. Муж, у меня есть кусочек огурчика. Я тут три дня ваяла себе эту рисовую лапшу с креветками. Того пакетика креветок на полкило. Которые в заморозке. В общем, без заморозки, как было написано на пакетике, 465 грамм он весит. А без шкуроку, я думаю, он грамм 300 весит. Короче, этих 300 грамм вполне хватило на три гнезда, на три захода на три дня у меня той рисовой лапши. И, в общем, делаю эту три дня, ту рисовую лапшу. Вот у меня остался огурчик. Думаю, надо купить помидорку. Сделаю огурчик с помидорчиком с салатика. А еще вспомнила, что у меня есть очень зрелая авокадо. Один-то я сфигачила с творожком, а другой вот надо, думаю, наверное, очистить и сделать вместе с огурчиком и помидорчиком. Вообще, делала салат еще с листиком салата, но что-то вот не купила я листик салата. В смысле, этот листовой салат. Вот у меня только помидорка, огурчик, лимонного сока полью, подсижу, подавлю и авокадо. И леновым маслицем замасываю. Еще вообще, на самом деле, я шла тупо за бананами. Ну и так, может, что увижу интересное. Вот тут интересное увидела. В принципе, вполне могла бы без этого интересного прожить. У меня лежат там яблоки, три малюсеньких киви, два апельсина. Из одного апельсина я хочу печенье сделать, потому что я тут на кокпеде видела интересный рецепт. У меня как раз еще эта дурацкая кукурузная мука лежит. На грубого помола, поэтому дурацкая, потому что я из нее делала хлеб, и вот он как-то, пока горячий, он нормальный. Как остальное, так пусто песок грызешь. В общем, у меня набыло бананов. Бананы по 75 уже. Были 74 с чем-то, сейчас стали 75 с чем-то. В общем, три банана такие вот увесистые купила. И вот хочу, не сегодня, а завтра. На самом деле, может быть, сегодня вечером уже завояю эту пюрешку яблочную. У нас вообще воскресенье, я как бы, ну, не то чтобы должна, не то чтобы обязана, но по умолчанию я по воскресеньям делаю стримы, но вот мне что-то вот в первые половины дня я еще слегка помирала. Думаю, блин, какой стрим мне с кровати-то не сползи. Во второй половине дня, думаю, может сделать. А потом у меня все недели такая хрен знает какая. Две недели подряд у меня какая-то как гонка на выживание. Я свои дела с Канлей ТВ совершенно, вот лично мои вот эти тарты Камура-Тамура, не успеваю вообще никак. Какие-то там чисто дела по дому тоже не особо как-то успеваю. В общем, я не знаю, буду я сегодня делать этот стрим или не буду. Вообще как бы. На улице хорошая погода, наверняка никто смотреть не будет. Так что всем спасибо за просмотр этого обзора и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok